Всем привет! Меня зовут Полина, и я рада приветствовать вас на канале книжного интернет-магазина «Лабиринт». Совсем скоро в школу, а это значит, что нужно настроиться на продуктивный лад. Ведь школа – это не только уроки, это не только схемы, таблицы и формулы, это целый мир. И, конечно, этот мир стороной не обходит литература, поэтому в этом ролике мы с вами обсудим, какие книги стоит почитать ребенку, чтобы загореться учебой. Книги Виктории Ледерман Это и ее сборники рассказов для детей младшего школьного возраста и, например, повесть «Светлик Тучкин и пузырь желаний». Светлик Тучкин отправляется в первый класс, но ему совершенно не хочется становиться взрослым. Нужно будет делать уроки, учить стихи, ну просто жуть. Поэтому Светлик и его товарищи придумывают хитроумный план и отправляются в прошлое. Приключения мальчишек описаны просто, весело и, самое главное, доступно. Так что ребенок понимает, насколько важно ценить настоящее и двигаться вперед, в нашем случае в первый класс. Знаменитые интерактивные издания издательства «Лабиринт Пресс» – вот что моментально дарит блеск глазам настоящим поклонникам знаний. Знакомые истории про остров Сокровищ, Шерлока Холмса, Алису читаются совершенно по-новому, когда на страницах вы встречаете дополнительные материалы об истории эпохи, ее культуре, ее знаковым периодам. Детали этих изданий способны увлечь тягой к открытиям и внимательному чтению не только ребенка, но и его родителей. С гуманитарными науками вроде бы все понятно, но когда речь заходит про математику – бррр. Даже взрослому человеку бывает трудно понять, зачем воду из одного бассейна переливает в другой. И тут на помощь приходит Яков Перельман. Вообще живая математика рассчитана на детей среднего школьного возраста, но взрослым гуманитариям тоже подойдет. В этой книге автор покажет нам, насколько человечной может быть эта наука, если отойти в сторону от привычных задач. И уже не будет возникать вопрос, ну где мне пригодится эта математика? Ведь вы будете знать, что практически вся наша жизнь связана с этой наукой. Похожим образом действует на читателя повесть Кирилла Домбровского с рисунками Генриха Валька «Остров неопытных физиков». Четверо мальчишек начинают скучать на каникулах, но их спасают мысленные эксперименты и богатая фантазия. Например, читатель будет познавать науку от противного. Что будет, если отменить силу тяжести? А если никакого тяготения вовсе нет? А если убрать из мира сопротивление воздуха? К чему приведут все эти «А если бы»? Можно узнать из книги. Увлечь ребенка историей тоже очень просто. Путешествовать в прошлое, познавать легенды и мифы разных стран можно вместе с Дашей, героиней книг Анны Гуровой. В этих книгах Даша разгадывает загадки, встречается с египетскими мумиями, королем Артуром и волшебником Мерлином. Она попадает прямо в мифы, и все это не только в тексте, но и в ярких иллюстрациях Анны Хадыревской. Это лишь некоторые книги, которые могут помочь вам вовлечь ребенка в процесс обучения. В описании вы найдете ссылки на подборки, где таких книг еще больше. Ну а я поделюсь своим опытом. Больше всего перед первым сентября на учебу меня вдохновляли новые учебники, тетради и канцелярия. Аромат книжных страниц и чистые тетрадные листы – это то, что обещало новые знания. Поэтому я вам напомню, сейчас в лабиринте идет школьная распродажа со скидками до 50% на все, что может понадобиться на уроках. Ссылку вы также найдете в описании. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного и литературного. До новых встреч!